Футбольный клуб «Сатурн» чествовали в одноименном культурно-досуговом центре 29 июня. Торжественное мероприятие было посвящено окончанию футбольного сезона 2016-2017, по результатам которого черно-синие заняли второе место в группе «Центр» – первенство профессиональной футбольной лиги. Поздравил «Сатурнцев» давний и преданный болельщик команды Владимир Демин. Первое участие в чемпионате центра показало, что если мы хотим, у нас многое обязательно получается. Второе место очень достойно, тем более 14 команд, если не ошибаюсь, участвовало. Причем представляли еще такие крупные областные города, Калуга, Ореол, даже Брянск и Москва принимали участие. В общем-то достойно. Хочу сказать спасибо за проведенный сезон, за то, как вы играли, за то, что вы, в общем-то, выложились, потому что мало и обладать каким-то мастерством, нужно еще, конечно, иметь страсть к победе. Вот это вот у вас чувствовалось в вашей игре. Поздравляю с хорошим итогом прошедшего сезона и желаю хорошего выступления в предстоящем сезоне. Футболисты, тренеры, руководство клуба и административный штаб получили из рук главы района Андрея Кулакова грамоты и благодарственные письма, серебряные медали и кубок за второе место в группе «Центр» первенства в профессиональной футбольной лиге. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты громче! От имени попечительского совета клуба команду поблагодарил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин. Очень много скептиза относительно того, насколько успешно такой молодой клуб с такими молодыми футболистами может выступить на профессиональной арене. И главный тренер, и руководство клуба доказало, что даже таким совсем еще молодым и перспективным составом можно показывать серьезные результаты и закончить первый, по сути дела, сезон в профессиональной лиге на втором месте. Я благодарю главного тренера Дмитрия Сережкина, благодарю, безусловно, всех футболистов. Для того, чтобы удержать завоеванные позиции в новом сезоне, который уже не за горами, по окончанию праздничного мероприятия команда отправилась в Броневский учебно-тренировочный центр, где продолжила тренировку. Андрей Пластунов, Марина Миткевич для программы «Городские вести».